У медиков республики скоро появится крылатый помощник. В республиканской станции скорой медицинской помощи задумываются о приобретении беспилотного самолета. Этот аппарат сегодня презентовали врачам чебоксарских больниц. Насколько полезен он будет в службе 03 узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Небольшая проверка перед запуском и беспилотный самолет начинают готовить к показательному полету. Чтобы аппарат поднялся вверх, его натягивают как камень на рогатке. Только так он может набрать необходимую скорость. Попутный ветер – это все, что нужно для взлета беспилотника. 90 км в час – это его максимальная скорость. Причем подняться аппарат может на высоту 2000 метров. Его полетом управляют на земле. На экране оператора отображаются снимки из космоса. Красная линия – это траектория движения беспилотника. Видеосигнал он передает прямо на монитор. С высоты птичьего полета территория, как на ладони. Мы задаем высоту, скорость. И самолет поддерживает сам полностью автопилот заданные высоты и скорости. Полностью сопровождаем и управляем самолетом, если нужна какая-то корректировка в управлении. Беспилотники уже давно поступают на вооружение силовых структур и даже частных организаций. С их помощью специалисты следят за состоянием газопроводов, лесов. А в некоторых регионах эти аппараты патрулируют городские улицы. Чувашские медики планируют приобрести самолеты для мониторинга обстановки на федеральных трассах. В случае ЧП беспилотник в режиме онлайн начнет передавать картинку. Наш старший врач, тот, кто руководит всем процессом направления бригад, увидит реальную картинку, что же там происходит на самом деле. Сколько там пострадавших, живы ли они. И, конечно же, оценить ситуацию, оказать более быструю, более качественную помощь. Вот эта техника, она, конечно, позволит. Но пока весь вопрос упирается в деньги, возможно, что беспилотники поднимутся на дорогах республики только к концу года. Петриковалев и Николай Яковлев. Республика.